Иногда приходится делать то, что ты должен. Приветствуем вас на канале WatchModger Россия. Мы представляем топ-10 актеров, которые напились на съемочной площадке. Для начала напомним, что мы публикуем видео каждый день, поэтому обязательно подпишитесь на наши обновления. В этом рейтинге мы рассмотрим актеров и актрис, которые, по слухам, были в нетрезвом состоянии, когда снимались в одном из своих фильмов. Номер 10. Натали Портман и Мила Кунис. «Черный лебедь». Поговаривают, что перед съемками известной постельной сцены Натали Портман и Мила Кунис выпили бутылку текилы, чтобы расслабиться. Мила Кунис это отрицает, говоря в интервью журналу People. Не знаю, откуда взялся этот слух, но это неправда. Однако некоторые источники утверждают обратное. Анонимный член съемочной группы в одном из интервью поделился, что видел, как алкоголь расслабил актрис. Режиссер картины Даррен Ароновский как-то признался, что раздобыл для них текилу, а затем продолжил снимать фильм с чувством вины за то, что он заставлял их делать. Номер 9. Питер О'Тул. Лоуренс Аравийский. Сложно поверить, но блестящий Питер О'Тул напился во время съемок, возможно, в величайшей картины всех времен. Однажды пьяный Питер пробил кулаком окно трейлера, что привело к серьезной травме. О'Тул и Омар Шариф наклюкались в бренде, чтобы успокоить нервы во время съемок сцен похода на Акабул. После выхода фильма Питера спросили о его вспышке мессианской ярости в одной из сцен. На что тот просто ответил «Я был чертовски пьян». Такое поведение нам будет сложно забыть. Номер 8. Боб Хоскинс и Джон Легуизамо. Супер-братья Марио. Если бы нам довелось сыграть роль в этом фильме, мы бы тоже напились. Оба актера ненавидели эту картину не только потому, что съемки шли туго, но и потому, что знали, фильм полная фиаско. Выход? Алкоголь. В своей автобиографии Легуизамо признался, что они с Хоскинсом ненавидели этот фильм, поэтому частенько выпивали, чтобы залить свое горе и вытерпеть съемки. Любому понятно, твоя работа отстой, если приходится пить, чтобы дожить до конца дня. Номер 7. Грэм Чепман. А теперь нечто совсем другое. Похоже, что алкоголь и комедия сочетаются так же хорошо, как спагетти и мясные фрикадельки. Однако наслаждаться комедией и делать ее – не одно и то же. Грэм Чепман в свое время заработал дурную славу из-за его безрассудного поведения, что привело к ряду проблем во время съемок этого фильма. Джон Клис позже вспоминал, что осознал масштаб проблемы после того, как в 10 утра нашел почти пустую бутылку водки в чемодане Чепмана, пытаясь найти сценарий. Рассказывали, что Чепман опаздывал на репетиции, при этом от него разило водкой и зубной пастой. Номер 6. Шая Лабаф. Самый пьяный округ в мире. В этом фильме Шая играет одного из трех братьев, которые гонят и продают самогон в эпоху сухого закона в штате Вирджиния. Шая злоупотреблял этим напитком после каждого съемочного дня, чтобы вжиться в роль и стал выглядеть как алкоголик. Пьянство в сочетании с агрессивной актерской игрой напугали его партнершу по съемкам Мию Васиковска, которая чуть было не отказалась от роли и звонила своему адвокату, требуя, чтобы ее заменили. Даже режиссер Джон Хилкоут признает, что Шая переусердствовал. Однако его актерская игра была на высоте, и мы не будем строго судить его за это. Номер 5. Анна Кендрик. Собутыльники. Речь в фильме действительно идет о собутыльниках, а снимался он в настоящей пивоварне. Говорят, что на съемках актеры чаще распивали настоящее пиво, а не безалкогольное. Отчего и пострадала Кендрик, которая, не зная об этом, выпила его залпом. Партнер по фильму Джейк Джонсон рассказывал, что Кендрик быстрее всех уносил от выпивки, поскольку она сразу становилась никакая после алкоголя. В одном из интервью Оливия Уэлд поделилась, что во время съемок все актеры были на веселе, потому что пиво стоило дешевле воды. Так, а где находится эта пивоварня? Номер 4. Билли Боб Торнтон. Плохой Санта. В фильме Плохой Санта Торнтон играет Вилли Соука, агрессивного, вечно пьяного ворюгу, который переодевается в Санту и грабит торговые центры. Чтобы вжиться в роль, Билли Боб пил прямо во время съемок, а в интервью каналу Фильм 4 говорил, если ты собираешься играть такого персонажа, то слегка выпить будет недостаточно. Поэтому я пил до необходимой кондиции, чтобы хорошо сыграть свою роль. Так и вышло. Если вас интересовало, как Торнтону удалось так профессионально изобразить пьяного Санту, то ответ очень прост, потому что Билли Боб был реально пьян. Да вообще... Номер 3. Марго Робби. Волк с Уолл-стрит. Постельная сцена дается непросто. А постельная сцена с одним из величайших актеров всех времен, когда за камерой находится величайший режиссер всех времен, это за гранью фантастики. Ох, Робби! Робби ужасно нервничала из-за предстоящей постельной сцены с Ди Каприо и, чтобы успокоиться, выпила три стопки текилы. И вот вам рекомендация по актерскому мастерству от Робби. Совет номер 101. Три рюмки текилы, и у вас все замечательно. А если это поможет вам устоять перед Лео... Что ж, каждому свое. Номер 2. Мартин Шин. Апокалипсис сегодня. Сейчас это фильм-легенда. Но съемки картины Апокалипсис сегодня были сущим адом на земле. А особенно несладко пришлось Мартину Шину. Шин много пил на площадке и был сильно пьян, когда снималась известная сцена в отеле Сайгон. Позже он рассказывал журналисту The Guardian. «Я напился до чертиков, даже не мог стоять на ногах». Его состояние было таким, что он реально ударил кулаком по зеркалу и порезал руку. Но когда режиссер Фрэнсис Коппола попытался остановить съемки, Шин сказал ему, что просто хотел побороться со своим демоном и отказался уходить. Прежде чем представить нашего финалиста, давайте взглянем еще на несколько актеров и актрис, не вошедших в ТОП-10. Номер один. Брэд Питт и Эдвард Нортон. Бойцовский клуб. В этом фильме есть сцена, где рассказчик и Тайлер Дёрден в пьяном угаре бьют по мячам для гольфа, и это выглядит довольно убедительно. Убедительность объясняется тем, что во время съемок этого эпизода оба актера были действительно пьяны. А режиссер Дэвид Финчер, который никогда не упустит шедевральную игру актеров, включил камеру в то время, как Питт и Нортон решили обстрелять мячами для гольфа грузовик с питанием. Его владельцу, пожалуй, не повезло. Но, с другой стороны, сцена получилась интересная. Согласны с нашей подборкой? Зацените другие классные видеоклипы на WatchMonjo Россия и подпишитесь, чтобы ежедневно получать уведомления о новых видео.